Жить в сети, не загнав судьбу в угол и не сделав мне что-то не так, чтоб потомки тебя не нашли через Google, набирая в нем слово «мудак». Вот эти строчки я придумал, когда заметил, как часто мы стали делиться со всем миром подробностями нашей личной жизни. Мы стали социально зависимы. Но кто из вас, когда встает утром, не проверяет свой Facebook, а не поставил ли кто-нибудь ему лайк или не оставил комментарий на фотографии? Не открываете ли свои одноклассники, форумы, всевозможные социальные сети? Ну правда, друзья, признайтесь, мы стали социально зависимы. Представьте, что было бы, если бы этот Facebook существовал чуть раньше, чтобы по утрам писал в нем Эйнштейн. Всем доброе утро и помните все относительно? Что писал товарищ Сталин на своем форуме? Не любишь товарища Сталина, вот тебе ссылка? А что бы Пушкин написал, если бы у него был твиттер? Да ничего бы он не написал. Ни поэм, ни стихотворений, максимум несколько слов о том, что, мол, я иду стреляться, смотрите фотоотчет на Инстаграме. Давайте общаться вживую. Вживую гораздо интереснее, гораздо проще. Ведь одним взглядом можно передать гораздо больше эмоций, чем целыми страницами социальных сетей. Я в этом убедился, когда посмотрел фильм «Артист». Я вам тоже советую это делать 23 февраля на канале ЕС-1. Продолжение следует...